Синьелевский фок «Олимп» Здесь можно проверить свои навыки, которые я нарабатываю в спортзале у себя, и добиться результата. Также можно отобраться на первенство ПФО с помощью этих соревнований, если пройти четыре этапа. Эти четыре этапа – соревнования в рамках Поволжской лиги дзюдо. Турнир «Волга» вошел в нее несколько лет назад. Кроме Ульяновска, остальные старты проходят в Саратове и Нижегородской области. Организаторы суммируют результаты выступлений всех спортсменов на каждом этапе и определяют лучшего. Также, кроме официальных схваток, в рамках каждого из четырех турниров Поволжской лиги проходят учебно-тренировочные сборы. Сегодня, допустим, спортсмены провели около 10 схваток. Сколько-то в партере, сколько-то в стойке. Они боролись и набирали вот эту практику соревновательную, но в таком простом тренировочном режиме. Более 250 участников принял турнир «Волга-2016». Они представили практически все регионы Приволжского федерального округа. Главные претенденты на победу в неофициальном командном зачете – гости из Самары. У них одна из самых многочисленных дружин. В этом году так удачно сложились сроки. Мы перед участием непосредственно в первенстве Приволжского федерального округа мы вот здесь делаем такой небольшой старт, как генеральная репетиция. Команде из Самары генеральная репетиция действительно удалась. У нее самая богатая коллекция наград среди всех участников турнира «Волга». Хозяевам татами перепало пять медалей. Золотые завывали девушки Дарья Стаканова и Амина Аббасова. А вот юноши Никита Коновалов, Артем Мочелов и Артур Галимов вернулись домой в Ульяновск с бронзой. Теперь у них есть пару месяцев, чтобы исправить ошибки, довести до совершенства коронные приемы. В ноябре у дюдаистов первенство Приволжского федерального округа в Ижевске. Михаил Рассашанский. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.